Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот получил еще одну ручку, поэтому представляю вам еще одну ручку. Единственное, что не единственное, а просто это немножко другая модель. Это ручка Джин Хау. Пришла она опять же вот в таком подарочном чехольчике, упакованном в целлофанчик. Это модель Джин Хау 1000. Золотой дракон. Когда я смотрел ее на сайте, она мне показалась очень интересной. Но, собственно, вот единственный недостаток этой ручки, как мы потом уже выясним, и потом мы посмотрим более детально, Это вот ее некая такая ляповатая поверхность держателя. Она выполнена в виде дракона с красными стеблышками вместо глаз. Ну, честно говоря, просто вот несколько такая ляповатая сбивает. Вот на картинке она несколько по-другому выглядит, чем вживую. Ну, тем не менее, рассмотрим эту ручку. Это не, по-моему, несколько один из, только один из недостатков. А так, она достаточно качественно выполнена. Сама, собственно, крышечка тут имеется, скажем так, нанесена на ней резьба. Вот в виде таких вот узоров. Ручка тоже выполнена в цветах. Здесь белый металл, черный пластик и металл золотого цвета. И кончик, опять же, такая некая черная точка, как и, собственно, на крышке. Перо открытое. Я так понимаю, что это 0,7 мм перо. Оно, видимо, такое стандартное. На нем тоже выполнены некие узоры. Длина 14 см, вес приблизительно 47 грамм. Модель, вот, по, собственно, их терминологии, это Джанхау 1000. Но почему-то артикул у него написано Джанхау 104. Но неважно, ссылочка будет внизу видео. Вы, собственно, это все покрупнее посмотрите. Опять же, снимается там, где находится приемник чернил. Вот, тут тоже такой, видимо, пластик, выпиланный под металл, такого золотистого цвета. Сейчас мы ее заправим традиционными, скорее всего, фиолетовыми чернилами. И попишем, посмотрим, как она себя ведет на письме. Так, в принципе, сделано очень качественно, достаточно оригинально. Вот, такие перья, как вы уже знаете, мне нравятся. Вот, продавец тот же самый, тот же самый магазин, где и приобретены предыдущие ручки. Особенно, вот, модели Джанхау и вот, Крокодил, собственно. Вот, опять же, это все снимается. Можно использовать такие вот вставочки, капсулы. Опять же, тут нажимает, надо нажать посильнее. И она будет использовать вот из этого приемника чернил. Вот, но мы заправим ее традиционно. Опять же, не хочу пачкать перо, хотя мне рекомендовали, что перо надо промывать в результате. Но, ладно, будем действовать по старинке. Итак, берем нашу заменитую тряпочку. Опять же, чернила фиолетовая. Конвертер прямо вставляем, собственно, в чернилицу. До конца выворачиваем поршень. И заправляем. Так, заправили под завязочку практически. Лишние чернила удаляем. Вставляем плотненько в часть, где находится перо. Так, чернила нам пока что не нужны. В стороночку. Крышечку закрываем. И, собственно, вот что мы сделали. Мы немножко не смочили перо. Сейчас, сейчас. И вот, собственно, вы видите, как она пишет. Сначала нормальная линия. Ну, это стандартное перо Джин Хау. Насколько я понимаю, это тоже, скорее всего, 7 миллиметров. Вот. Оно уже такое. Все-таки оно жестковатое. Вот оно пожестче, чем перо вот у этого предыдущего, которое показывал Рокодила. Вот. Но, тем не менее, достаточно хорошо, отчетливо пишет. Попробуем. Это у нас, собственно... Правильно написал? Правильно написал. Джин Хау 1000. Золотой дракон. Золотой дракон. Хотя, выпучка, по-моему, вот так. Так лучше. Ну, что я вам скажу. По ощущениям. Прекрасно она сидит в руке. Вот. Меня немножко смущала вот эта вот серебристая вкладочка. Но она, в общем-то, не чувствуется. Она хорошо сидит. Такая она тяжеленькая ручка, собственно. Вид приятный. Пишет она хорошо. Достаточно гладко. Вот. Львыми сторонами. Вот даже обратно стороной немножко потоньше. Она пишет. А перо. Ну, я это вам показывал. Крупнее украшено. Такое. Несколько. Желтый. Желтый ободочек у него. Вот. И остальной такой белый металл. Как они пишут, тут иридиум. Ну, не знаю. Китайский иридиум. Скорее всего, да. Может быть. Вот. Ощущения приятные. Закрывается достаточно плотно. Вот. Единственное, что мне вот всем не нравится эта ручка. Кроме вот этого держателя. А в остальном. Достаточно приятная ручка. Цена ее на момент покупки была 468 рублей. Сейчас непонятно. Сейчас смотрите. Сколько она стоит. Шла посылка 10 дней. Что приятно удивило. И, собственно, продавец мне подарил подарок. Чернила. Я обрадовался, что он мне подарит пузырек. Но он подарил два таких вот контейнера. Ну, спасибо ему. Все равно. Мелочи. Приятно. Вот. Поэтому рекомендую. В покупке, кому интересен вот такой несколько золотой стиль. Естественно, вы должны понимать, да. И что я покупаю. Те ручки, которые привлекли мое внимание. Пишите, если вас какие-то ручки привлекают. Попробуем заказать. Посмотреть, что они из себя представляют. Как они пишут. Ну, вот пока что. Те ручки, которые я заказывал, меня устраивали. Прекрасно они пишут. И, в общем-то, неплохой вид у них. Поэтому рекомендую. Ссылочки внизу видео. Еще идут у меня ручки Hero. Несколько там модификаций. И увидите. С удовольствием вам покажу. Так что, до новых встреч. Жду ваши вопросы, комментарии, замечания. Может быть, рекомендации какие-то ручки посмотреть. Попробуем заказать. Посмотреть, что они из себя представляют. А на этом, собственно, все. Поэтому до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok